Всем доброе утро, помыла с утра волосы и хочу нанести вот такой вот, это ботокс для волос. Нужно нанести на влажные волосы совсем немного и уже не смывать. Потом уже буду делать себе укладку, буду сушить феном и смывать вот это средство мне нужно. Ой, пахнет приятно, очень приятно пахнет. Я люблю, когда все средства для волос приятным ароматом. У нас слегка столько разных масок, каких-то спреев, люблю все пробовать, экспериментировать. Заказала себе на Волберис носки. Очень хорошее качество. Слушайте, ну они обалденные, просто муски. Смотрите, здесь в розовом цвете две пары, достаточно такой большой набор. Качество очень хорошее, мягенькая резинка. И цвета очень хорошие, такие нежные. В общем, каждого цвета по две пары. И вот такие вот лиловые, смотрите, какие красивые. Все цвета прям нежные, симпатичненькие. Они такие, знаете, не слишком низкие и невысокие носки, то что нужно. У меня есть, в принципе, прям короткие носочки, ну типа такие, знаете, следочки. Вот, а это такие вот, они чуть-чуть выше, чем следочки, очень удобные. И вот в таком голубом цвете. Ой, как мне нравится. Слушайте, обалденные качества и цвета. Закупилась, мне их надолго хватит. Носочков заказывала на Волберис. Ссылочку обязательно оставлю в описании под видео. Очень быстрая доставочка, очень удобно. Они такие, знаете, достаточно тоненькие. То, что нужно сейчас на весну. Под кроссовочки. Милое дело. Зашли в ленту. А уже здесь, смотрите, продается все к Пасхе. Разные наклеечки, какой-то красивый вот такой декор. И, смотрите, краски, формочки для куличей. Я, конечно, также планирую печь в этом году куличи. Но пока формочки я еще не покупала. Какие куличи буду готовить, я уже знаю. Каждый год мы думаем сделать именно Пасху, да? Ну, никак, творожную. Она же есть в томочке, кажется. Я не помню. Да, у нас есть. Может быть, давайте сделаем? Ну, никак не будет так сильно. Больше куличи не будет. Куличи будем, да. А еще, смотрите, вот такие наборчики для яиц. Здесь, наверное, еще и для самих куличей также есть коробочки. Или нет? Да. Вот это наклейки, термонаклеечки. Ой, красиво. Нет, это именно для яиц. Да, вот такой набор, слушайте, очень красивая. 159 рублей. Нет, это тоже... А, подожди, что-то непонятно. Сейчас я посмотрю, что это такое. Нет, это именно такие шкатулочки, видите, для яиц. Я такие формочки покупала для куличей. Именно коробки. Очень удобно, особенно, когда, знаете, кого-то идешь угощать куличами, чтобы не в пакетах носить, не в таких формочках. Форма удобный размер. А, знаете, вот в коробочке кладу, очень красиво и выглядит, и куличи не сохнут. Три штуки. Но я пока не буду брать, я еще хочу повыбирать. Да, разные наклеечки, стразики такие, вот. Ой, я еще даже, если честно, не определилась, в каком цвете мы будем с Ликой красить. Всякие такие зверята, вот такие наборы. Вот такого плана мы брали. С всякими стразиками, здесь наклеечки. Подставка для яиц в этом наборе. А, упала. А здесь такие большие формочки. Что здесь? Маленькие цеплята. Красивые такие сувенирчики. Так, ладно, мы вообще зашли. Ой, смотрите, гирлянда еще пасхальная есть. Ой, а еще здесь вот такие вот декоративные пасхальные сувенирчики. Такие яйца разных цветов. А еще есть вот такая вот гирлянда красивая. Столько всего красивого. Я вообще люблю праздник этот пасх, очень люблю печку лечи, люблю пекусы тоже. Так, ладненько, идем мы за продуктами. Что ты взял? Что ты взял? Это машина. То есть, Type-C переходники такой. А то у нас уже, который в бардачке разломан, он скрипит и скрипит, залежает. Скрипит. Зарядное устройство универсальное, автомобильное. Вести сорок девять рублей сейчас. Непонятно. В чем разница? С рядом висит четыреста. Ой, это неудобно. У него не выбрать. Вот такое еще какое-то зарядное устройство. Сто двадцать девять рублей. Пикнуть? Пойдем пикнем. Пойдем пикнем. Пойдем пコа Пойдем пакет Suats Смотрите, какая классная цена, по 69 рублей, тарелки фарфоровые, очень красивые, прям вот очень красивые. Кружки тоже из этой же серии, кружки по 199 рублей. А еще здесь, смотрите, разные чемоданы продаются в ленте, цены очень-очень хорошие. Смотрите, вот такой небольшой чемоданчик красного цвета, 2000, много карманов, но он такой тканевый, есть побольше 2500, но такой средненький, очень хороший, кстати, размер, то, что нужно. Тоже много разных карманов с ручкой, молнии и прям гигантский вот такой вот 3000, представляете, красный красивенький чемодан. И есть вот такие вот пластиковые чемоданы, вот в лиловом цвете, ой, в лимонном цвете, 3500. Такой вот. Смотри, какие чемоданы, цены, глянь. Красный гигантский чемодан, 3000, тканевый, пластиковый, гигантский, вот такой вот пластиковый чемодан, 4000. Но я не люблю такие гигантские, я люблю средненькие, у нас вот такой средний, да, именно размер, вот как здесь вот такой вот размерчик. У нас тоже тканевый, пластиковый, я не могу сказать, какой-то лучше, они по-своему, да, удобные. Да, есть в синем цвете, большого такого 4000, средненький 3500, серый вот такие чемоданы, тоже много карманов, 3500 и вот такой гигантский 4000. Да, у нас только синие, да. Вот такие вот чемоданчики, скоро отпуска, лето, многие уже ездят, отдыхают, многие ищут чемоданчики, вот имейте в виду, в ленте прям огромный. Но он не прям огромный, ассортимент, но цены очень классные. А еще смотрите, какие интересные, посмотри, какая красота. Да, божья коровка, вот такие вот посыпочки, ой, как красиво, да, наверное, возьмем сахарные такие вот изделия, в виде божьей коровки. Да, много не надо. Да, слушайте, ну красота. Посмотри, там целенькие. Целенькие? Да, целые, хорошие. А еще смотрите, вот такие формочки, здесь вот такая форма металлическая для пряничков и посыпочки. Красота, разные такие вот посыпки, сахарные такие. Ммм, прелесть, прелесть, я уже хочу печь, хочу печь. А вот он кумкват, который я люблю, только сушеный, вот он он, вот такой кумкват. Слушайте, это какой-то капец вообще, что это такое, мы как будто бы где-то на Камчатке. Ну что это такое, что это такое? Просто снегопад, метет так сильно, такие везде сугробы. Посмотрите, март месяц, середина, можно сказать, марта месяца. И вот такой вот у нас вот везде снегопад. Так, у нас тут собрание решаются важные вопросы, очень важные вопросы. Лика захотела пообедать сегодня, ой, как она называется теперь, уже не Макдональдже. Вкусная точка. А, вкусная точка, реально. Мы, кстати, еще не кушали. Мы сам Макдональд не очень любили. Да. Ну и сюда мы зашли, потому что другого здесь нет. Ну и Лика захотела, говорит, я так хочу. Именно сюда зайти меланку отвели в художественную школу. А? В Киевсе я бы просто в Киевсе. Здесь просто рядом Киевсе нет. В Киевсе, конечно, дешевле. Ну, все по-разному. И вкуснее. Ну, мне так кажется. Бургеры. В любом случае, дешевле. Дешевле, да? Сейчас Лика нам скажет. Что вкуснее? А, что с Аль? Ну, в Киевсе такой котлеты нет сыра. Какая-то именно, там куриная котлета, и сверху еще сыр. А еще Лика взяла кубичный шейк. Молодцы. Упс. Какая довольная. Держи свой телефон. Что, острое или горячее? Упс. Здесь бекон, сырная котлета, куриная котлета, жареный лук, соус и зелень. Ну, а в коктейле у них прям мороженое, вообще не пьется. Прям ледяно, аккуратнее. Пришли зайти в Сенсей. А здесь весенние новиночки. Хочу именно пойти сейчас в отдел, где все для дома. Товары для дома. Посмотрим, может быть, что-нибудь к Пасхе появилось. Уже очень хочется товары для Пасхи посмотреть. Смотрите, какой платежка блестящий. 699 рублей. Сейчас по акции. Смотрите, какие брючки на подтяжках. 600. Сколько они стоят? 600 рублей. 599. Не вижу ценника. А, 599 рублей. Но это такие, знаете, на весна-осень. Не зимние. Еще есть такие же в синем цвете. Вот такие вот есть. 549 рублей. А для мальчиков точно такие брюки. В синем вот и в черном цвете без акций. 1900. Вот так. Обидненько, да? Вот что-то здесь, походу, ничего нет. Для Пасхи. Ничего. Там даже еще новогодние товары распродают. Вообще ничего нет. Ладно? Неинтересно. Пойдем. Наш папа пошел в Галамарт. Мы скоро будем менять, да? Наш декор на кухне. На зайчиков, кроликов. Как я люблю разные батончики. Особенно вот такие вот. С орехами. Батончики очень. Они вкусные здесь. И миндаль, и кешью. Очень вкусняшка. А здесь в молочном шоколаде соленой карамели. Вот такие батончики. Пушно там. Так, сейчас Миланка... Что, Милаш? Миланке что-то ушко немножко болит. Сняли сережечки. Сейчас протрем ей. Куда, Викинич? Ну, положи. Сейчас я... А, ну да. Положи все замкину. В общем, как-то так. В общем, сейчас Миланка будем делать уроки. И потом хотим только Милатрам посмотреть. Посмотреть. Продолжение следует...